Наркотики – проблема мирового уровня, ежегодно забирающая миллионы жизней. Ломаются судьбы не только у тех, кто употребляет наркотики, но и у тех, кто их распространяет. По словам сотрудника милиции, проблема наркомании с каждым годом молодеет и сейчас на учет попадают десятки молодых людей. Своей историей поделилась 20-летняя девушка Даша, которая осуждена на 2,5 года без направления в учреждение закрытого типа. Я связалась с плохой компанией, которая повлияла на мою жизнь и получилось так, что вместе и попали в неприятную ситуацию. После чего я получила наказание в виде ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа на 2,5 года. Должна ходить в уголовную инспекцию, отмечаться, дома быть по расписанию, соблюдать режим. Чаще всего причина употребления наркотиков молодыми людьми – это влияние друзей. Желание не отставать от них ни в чем. Так, собственно, и попадают вполне нормальные здоровые юноши и девушки в наркотическую кабалу. Но коль уж попал, важно уметь сделать правильный вывод из сложившейся ситуации. Нельзя поддаваться влиянию людей. Нужно иметь свое мнение и думать наперед, чтобы они жить одним моментом. В ходе рейда сотрудники милиции посетили квартиру, где на учете в милиции за хранение наркотиков состоит молодой человек 95-го года рождения. Его история простая. Находясь в нетрезвом, как потом выяснилось, правоохранителями и наркотическом состоянии, парень направлялся в сторону дома, где и был остановлен сотрудниками для проверки. В результате он также осужден по статье 328 и находится дома под наблюдением блюстителей закона. Не знаю, как-то алкоголь повлиял, какие-то знакомства непонятные завел. Ну и так получилось, что употребил наркотики. Потом был суд и вынесли приговор, что два года ограничения свободны. Это было глупо, такого лучше никому не повторять. Осознал свои ошибки. Сейчас пытаюсь исправиться. Если раньше эта проблема была более старших поколений, то сейчас в основном вовлекается молодежь. Очень-очень много молодых людей состоят у нас на учете и с каждым днем становится все больше и больше. Каждый человек индивидуален, могу так сказать. Если до некоторых доходит, то некоторые выходят, что бы с ними ни делали, какие бы профилактические мероприятия ни проводили, они опять попадаются за наркотические средства и опять дорога назад в тюрьму. Напомним, что статья 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и аналогов» предусматривает до 25 лет лишения свободы. Так что в какой-то степени этим молодым людям еще повезло, и они отделались лишь ограничением свободы и находятся дома. Надеемся, что этот легкий испуг им запомнится на всю жизнь, и они станут примером того, что с наркотиками шутки плохи.